Вы их, возможно, уже знаете, потому что абоненты НТВ+, как правило, оснащены разнообразной мультимедиатехникой в соответствии с последними словами «он и в мире», то есть интернет. Ну и, кроме того, непосредственно перед нашим матчем, если вы смотрите его в прямом эфире, огромная часовая программа рассказала вам массу подробностей, в том числе и состава. Ну, похоже, самое время к ним, наверное, и перейти. Маркус и Канн, два вратаря, занимают места в воротах, соблюдают свои, немножко разные ритуалы. Калина соблюдает ритуал мерцания глазами направо и налево. В этих глазах отражаются многочисленные фото вспышки. Ну, поехали! Бразилия, Германия. Теперь это в истории разместилось на своем месте. Уже пять секунд так. Составы команд. Сборная Германии. Оливер Канн в воротах. Второй номер. Томас Линке. Пятый. Карстен Рамелов. Седьмой. Оливер Нойвель. Восьмой. Дитмар Хамон. Одиннадцатый. Мирослав Клозе. Шестнадцатый. Генс Еремис. Семнадцатый. Марко Боде. Девятнадцатый. Берн Шнайдер. Двадцать первый. Кристоф Метцельдер. И двадцать второй номер. Торстен Фринкс. Старший тренер Руди Фьоллер. Вот он. Старший тренер Возьмцев Луч Филиппе Скалари был на ваших экранах чуть раньше. Теперь состав сборной Бразилии. Маркус в воротах. Второй Кафу. Третий Лусио. Четвертый Рокер Джуниор. Пятый Эд Билсон. Шестой Роберто Карлос. Восьмой Жилберто Силова. Девятый Рональд. Десятый Ревальд. Одиннадцатый Рональдиньо. Ходит в штрафную. Подкативает у него сейчас под ног Томас Линки. Пятнадцатый номер Клеберсон. Последний из этих самых бразильских магикан. В общем, первый один из номеров, исключением седьмого. В составе у бразильской команды. Сейчас на какой футбольный сайт не зайди. Везде онлайн этого матча. Во всем мире так. Первый угловой заканчивается ничем. И Жилберто Силова, человек-невидимка этого чемпионата мира, держась за лицо, проверяя, все ли у него там цело, ощипывая скулы, зубы, нос. И то, что в носу, возвращается на свое место. Но, разумеется, нет на садках прогнозов. И, опять-таки, вряд ли имеет смысл делать их обзор. Потому что все прогнозы сводятся тому, как выиграет Бразилия. Так или иначе. Ну, а возразить возражают с позиции исключительно мировой футбольной истории. Однюдь не всегда, говорит, убеждают. Известны исторические достоинства немецкой сборной. Ну, и прочее, и прочее, и прочее. То есть, к большому счету, конкретика, говорящая за немецкую команду, может возникнуть только по ходу матча и только уже непосредственно на поле. Вот мы и будем этого с вами ждать. Оливер Нойвель, чье участие в финале стало возможным благодаря поправкам в правилах. Опасно ошибается, что в сборной Германии Клиберсон подает, но это для Кана. Это называется Кан, разомнись, возьми и выбей. Что он сейчас и сделает, или, может быть, бросит такой взгляд. Нет, есть у сборной Германии абсолютно конкретные козыри. Называемые, осязаемые, вернее, называемые и осязаемые. Это Оливер Кан, конечно же. Конечно же. Кан – дедат на звание лучшего игрока чемпионата. Ну, конечно, в зависимости от того, чем закончилась сегодняшняя игра. Ярослав Клозе на левом фланге оказался. Лусио оказался против него. Это пока не персональный, разумеется, обех. Тем более, что сейчас Лусио уже около Нойвеля. На левом фланге Берн Шнайдер. Он сегодня фактически заменяет балока на позиции атакующего Кавбеку. Как, боже мой, три защитника сборной Бразилии машут ногами мимо мяча. На правом фланге, естественно, Фринкс. Фринкс бросает мяч Хаману. Снова Фринкс. Рамилов. Линке. Все-таки в три защитника действует сегодня немецкая сборная. Два стоппера и Либеро Рамилов. Сейчас итакует Бразилия. Ривальдо. Либерсон это был. Либерсон. Набирал скорость на правом фланге. Ничем это не заканчивается. Христоф Мексендер и Томас Линке на позиции стопперов. Между ними, кто позади, тот впереди, оказывается Карстен Рамилов. На правом фланге Фринкс. А на левом, что же, дедушка Боде. Толкает спину Клоза Рокки Жуниор. Клоза поднимается. Роберто Карвас. Чинь-визящий на Рональдини. Вот это идет чуть назад. Через центр. Капу. На правом фланге Клебец. Семерас Капу остался позади. Рональдо. Гитара это все не одна из команд. Роберто Карвас. Такими силами Германия защищается. И как она это делает? Вот Ривальдо. Вспомнил мяч левой ногой. Рокки Жуниор и Эд Милсон вообще очень часто меняются местами. А Лусиус чаще действует чуть правее центра. Но это все очень ситуативно. Потому что на самом деле они могут... Три стопера. Вот они три стопера и есть. Что-то в позиции страхующего. Но это не Либеру. Это так называемая диагональная подстраховка. Когда сосед страхует соседа. Друг через друга падают немцы. Неужели в этом усматривать нарушение Калина? Для Дмилсон? Он Лиша. Он чаще оказывается слева. Рокки Жуниор чаще оказывается все-таки в центре. Но если мяч на левом фланге, то, естественно, тоже там. Маркус будет всем поставить. Не знаю для чего. Мне пришлось сказать, что может быть удар поворотом сейчас. Хотя Берн Шнайдер... Он же должен почувствовать себя лидером. Берн Шнайдер, которого в Германии называют бразильцем. Калина командует всеми ходом площадке. Я днился по каждой штрунке у него за спиной. Он с Марко Боде. Подача. Нет, пас. И удар поворотом. Мойбель. Удар поворотом. Опаснейший момент. Подставлял ногу Кристоф Метцельдер. Очень была близка Германия к весьма и весьма реальной угрозе. Вам покажется странно эта фаза близка к реальной угрозе. Но когда поставляешь ногу, знаете, вопрос миллиметра. Может быть опасно, а может быть в молоко. Вводит в правый край Шнайдер. Его номинальная позиция в прошлом сезоне в клубе. С этого же он начинал в сборной. И вот растет на глазах. Кто бы вспомнил, что, допустим, еще в стыковых матчах с Украиной Бед Шнайдер оказался в сборной только потому, что он был дублером Дайстера, который получил травму чуть раньше. Дайстер так и не поехал на чемпионат мира. Какая опасная ошибка. Для Берсон с левой ноги левая тетчина. Левой он бьет. Сезон весьма и весьма неважно. Ну, по сравнению с правой, конечно, каждому из нас, зрителей его экранов, дай бог, такой удар левой, как, наверное, есть у Калиберсена. Частенько он занимает позицию на правом фланге. И возникает вопрос, как он делит правый фланг с Кафу. А очень просто. Когда Кафу уже здесь подустанет, он скакивает назад. Если Кайберсен справа, значит, Кафу закрывает фланг качества защитника. Все нормально. Так, сверкают глаза Луи Шпилипе Сколари. Так, не сверкают даже глаза Пьерло и Джакалино. А здесь что было? Ничего особенного не было. Борьба, да и все. Бросает мяч Кафу. Ленс Ермис. Номинально он заменил в составе Микаэля Баулака. То есть он вошел в состав. Его фамилия написана вместо фамилии Баулака. Кафу и Верослав Клоза. И они, в чем попали, они будут еще одноклубники. Клоза получает желтую карточку. Два таких. Но здесь-то нет. Это не два подряд. Там, по-моему, не было практически ничего. А здесь Клоза предмил Сину врезал конкретно. Причем, не знаю, может, конечно, перефлекторно. Потому что нападающие выставляют... Ох, какое лицо! Выставляют сейчас руки уже. И двигают локтями практически на автопилоте. Но здесь необходимости-то не было никакой. Потому что Милсон проиграл позицию. Клоза выпрыгнул выше и раньше. Страдальщики-корецового защитника французского Леона. На левый фланг, там Рональдиньо. Рональдиньо не просто как-то выиграть мяч. По-моему, это был Линхер. Я видел, как здорово сыграл Нуавель. Рингс. Атака с Логермании правым флангом. Подача! Так играет Эд Милсон. Стряска, которую дал ему Клозе, весьма и весьма оказалась действенной. Мы уже выделим в его исполнении грубую ошибку. А вот, смотрите, как здесь разыграли на левом фланге. Отыграли Луси, у которой кинулся страховать. Там не было Роберто Карлоса. Он ушел вперед. Так Германия фланги использует. Опаснейший момент. Нарушение правил со стороны немцев. Я согласен. С арбитром. Очень просто и действенно. Только нужно, конечно, исключиться и исполнить замысел Руди Феллера. Роберто Карлос и Кафу. Они не то чтобы увлекаются атакой. Нет, у них обязанность доставлять мяч в атаку. Приходить в атаку. Это просто их номинальная, штатная должность. Ну и, естественно, если в атаке мяч теряется, то быстрый перевод мяча на фланг за спину убежавшему линейному игроку это, конечно, способ что-либо здесь сочинить. А тут еще и тот Милсон, который Роберто Карлос и чаще страхом слева получил повреждение. Естественно, возникла прореха. Немцы прочитали эту историю, конечно, очень быстро и очень свободно. Снова аут. В чем же шанс Германии? Шанс Германии в оккупации... Ой, что я сказал, шанс Германии в оккупации. Шанс Германии в том, чтобы занять середину поля, конечно, где у бразильцев и не большие силы, скопленные даже чисто количественные, ну и в быстрой фланговой игре. Рональдо. Со спины все такое же, спереди, какая-то странная нарост. Впереди от динозавра возник Роберто Карлос. Там парьер против него довольно серьезный. Перевод на Ривальдо. И Ривальдо для порядка сбегал туда за мято. Да, мне сейчас поменяются местами. Я думаю, Ривальдо и Рональдинио в первую очередь. Может, из-за вопроса, почему Ривальдо со своей рабочей левой находится справа, а Рональдинио, предпочитающий играть правой, находится не на своем, казалось бы, фланге. И именно в силу того, как у них рабочие ноги, они, кстати, сваливаются в центр. В частности. Хотя это, конечно, только часть, которые на этом можно пожать. Третьих немцев. На правом фланге снова Берн Шнайдер. Но успел вернуться сюда с фемильными шагами. Отыгранный был уже Эд Милсон. Леберсон. Собернув мяч. Калина был рядом. Заметьте, Калина все время в идеальной позиции. И фрингс. Прочтёв Роберто Карлос. Ну и что, бить Хамман, убить. Удар по воротам. Удар-то не получился. Но и такой удар мог быть опасен. Рикошеты и прочее, сами понимаете. А вот сейчас, в принципе, конечно, не хватило техники. Роберто Карлос не к этому, как это делается. Вот так и так. Хороши немцы. Последние минут пять. Просто хороши. Хамман и Рамелов. Фактически пара центральных защитников у сборной Германии. С поправкой на схему, конечно, с поправкой на всё остальное. Кто бы мог подумать. Левым флангом атакует Марко Боте. Положения вне игры не было. Ох, какие немцы. Томанда два. Два и вверх. Что бы это значило? Взлетай капу. Марко сбивает мяч. Рональдес потерянным видом пока ходит по чужой половине поля. Ох, нарушает правила сейчас Нойвель. Ну, он просто уселся на Рокки Джуниора. Рокки Джуниор. Сегодня нужно постараться повторить достижение своего старшего брата. Стать чемпионом мира. Я имею в виду под старшим братом Рокки Джуниора. Просто Рокки, которого исполнил Сильвестер Сталлоне в своё время. Кстати, это во все времена, оказывается, был любимый фильм Тони Шумакера. Вратаря сборной Германии, который, кстати, как и не стал чемпионом мира. Хотя, наверное, был достоин этого столько больше, чем те, кто этого добился. В 90-м году я имею в виду вратарей немецких. Такой сборной Германии. Шнайдер налево. Боди, Боди бежать. А это Клозе. Просто в пятерых не особенно побегаешь. Это не в немецких традициях идти на пятерых. Шнайдер обыгрывает вполне по-бразистике. Капу простые лопатки. Клозе падает. Там было сыгранно в мяч. Надо подниматься. Какая фланговая игра у Германии идёт. Просто загляденье. Показать бы, как Шнайдер там обыграл человека по фамилии Кафу, который подряд третий финал чемпионата мира играет. Вот это было. Там было на что посмотреть. Нойвель подаёт. На перезиденте не выступит к игре головой, конечно. Сегодня, безусловно, во многом матч тренерский, потому что обе команды в тактическом смысле имеют белые пятна в своих расстановках. Робетто Карлос и Берг Шнайдер. Эта борьба началась ещё в финале Лиги чемпионов. В частности, у Бразилии. Фланги такие неоднозначные. Можно использовать эти их особенности. В центре поля, повторяю, немного народу. Но у немцев, безусловно, не хватка персонального мастерства. Очевидность швов в линии обороны. На самом деле, в Германии таких случаев же обычно и добивалась успеха в финальных матчах чаще всего. Она из трёх своих чемпионов титлов только один выбрала в качестве фаворита. А именно в 90-м году. Его наиболее тяжело. А так, сегодняшняя ситуация по раскладам, во всяком случае, в Сибирьбинге 54-й год, наверное, когда великая венгерская команда с великими игроками была всё-таки повержена. Ох, как разбирается Берн Шнайдер. Нойвель. Кафу бежит рядом с ним. Кафу примает его на корпус и, конечно же, нарушает правила. Так просто этого парня вдруг бы фото спустят меня не обвести. И, конечно, на руку. Рукой прихватил Нойвеля. Подача. Подача не удалась. Горнальдинио. Горнальдинио своей штрафной. Впервые на арене. Горнальдио на левом фланге. Чуть-чуть не хватило поля. Комисса 12. Вы видите надпись. 12-й игрок. Комисса – это футболка. 12-й игрок – публика. В Японии, в частности, в Йохогаме, едва ли они футбольные японские столицы. Где были времена, аж две футбольные команды было. Бразильцы, конечно, любят очень. Хотя и немецкие футболисты. После того, как стали чемпионы в 90-м году, собственно, не было создание G-лиги. Вот опасно Рональдинио. Рональдо! Ну-о-о! Какой промо! Кто знает, может быть, потому получилось мимо, что Рональдо, по сути, впервые получил мяч. Но какая же кружевная вышла атака. Вот этот пас под пятку Мецельдера. Длиннющие ноги этого финала. Самые длинные. Выставил и не достал. И Рональдо. Атака стоит пока что всех немецких, в смысле остроты. Германия пока такого не создавала. Но, я вас уверяю, в такой-то момент Германия забьет. Если, конечно, он у нее будет. Отличный, отличный футбол. Мы смотрим. Отличный. Линки на правом фланге. Ноевель уже справа. И, конечно, Ноевелю техники при занять бы. Рамилов. Я бы не у Рамилова технику занимать, но и Велю. Рональдо бежит на Мецельдера. Мецельдеру на утек. И с Каном. Вот они двое. Кан и Рональдо. Кан играет на своем первом чемпионате мира. На предыдущем он сидел в резерве. Страшно подумать, правда? За 30 человек. Последние 2-3 года однозначно лучший вратарь мира. И дебютировал на чемпионате мира только сейчас. И Рональдо. Его третий финал. В первом он, правда, не играл. Хамон. Мецельдер. Направо. Там кто у нас? Это Флинкс, наверное. Шнайдер это был. Флинкс бы не решился. Хамон. Отбрасывает мяч. Еремесу. Хамон борется дальше. И в Роберто Карлоса. Вот Роберто Карлос. Почувствуй себя стентой. Иногда. Рамелов. Не особенно на активе. Но вынудить Рамелову сделать длинный пас. Это, в общем, не самое плохое решение. Хотя, в данном случае, у Рамелова получилось. Роберто Карлос. Стали поактивнее. Бразницы препятствуют. Начинаются генетские атаки. Лусио. Вот его знаменитый рейд. Лусио. Ну, 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 ну. Что ж такое-то, а? Самоотверженно играет Рамелов. А вот этот рейд Лусио. В общем, Рамелов, он, наверное, тоже неплохо известен. Хотя, в Байере он играет так довольно редко. Эд Милсон. Мне показалось столкновение игровым. Они просто летели найти на тот же мяч. Ну, абсолютно здесь ничего не было. Со стороны Эд Милсона. Я буду отстаивать эту точку зрения. Просто Клоза пришлось больно. Вообще, напрасно кто-то думает, возможно, что бразильцы не умеют играть жестко. Очень даже умеют. Вспомните хотя бы, как Роберто Карлос разбил лицо Хасану Салихамиджичу в матче Реал-Бавария, когда Салихамиджич позволил себе хамские высказывания. Разбил их всех на глазах. И всем было от удар порода, где-то можно еще желтый карточек получить после свистка. Разбил тогда во всех на глазах лицо Салихамиджича. Все это видели, все понимали как. Но придраться было нельзя, потому что была просто жесткая игра. Я думаю, что, может быть, Эд Милсон сейчас действительно сыграл жестко. Еще и потому, здравствуйте, Ваше Величество. Иператорское. Что Клоза был с ним в группу по одному в следующий эпизод. Вот сейчас Новель и Лусю. Вот как Лусю играет. Казалось бы, прыгал позиции на длиннющие ноги. Уже отступил на Новель. Мне кажется, это случайно. Не могло бы там никакой грубости, если они в одной команде играют. Смотрите, вот Кайло прыгал на длиннющая нога. Все же сыграно здесь правильно, грамотный мяч. И пошел туда, наверное, Шнайдер. Смотрит на часы Риди Феллер. Что он там видит? Сыграно почти 25 минут. Вот Микайль Баллок. Вот кем бы сегодня быть, наверное, не хотелось. Хотя, с другой стороны, почему нет? Баллок не чувствует ответственности за результат. Он свое дело уже сделал. Он, в общем-то, герой в любом случае, при любом раскладе. Хотя, я думаю, что, конечно, он такими мыслями не занят. Пошел, пошел, Диди. Фринкс. Очень неплохо. Немножечко не точно. Бежали спроситься к воротам. Года идет вперед. Мне кажется, напрасно он пошел вперед, потому что сблизился с защитником. А вот в этой паузе, которую Капу или кто-то еще, короче говоря, бразильцы ему давали. В этом было многое сосредоточено. Германия владеет территориальным преимуществом. Ну, а, собственно, этого вполне можно было ожидать. Повторяю, у Бразилии-то в центре поля. Жилберт, причин вы до Клиберсона. Два человека в силу мужиков-то. Клиберсон, да я, думаю, Джилберт и Силва. Маркус думает, проходить к лиему из ворот. Ну, и туда его, правильно. И Шнайдер. Умнейший игрок. Я, правда, думал, что Балак ему, конечно, не заменить, потому что значительно хуже. От природы он оснащен менее разнообразно. Технично это феноменально, но вот вместе с Балаком, конечно, они могут многое. Левое колено Эдмилсона. Об этом думает сейчас, наверное, вся Бразилия. Об этом думаем и мы. Запавшие глаза Эдмилсона. Если его немножко побрить, я думаю, за колено он вполне сойдет. Барнальдинио сам виноват. Оперся тазом на немецкого защитника. А тут возьми да отойди. Леверсон. Ревальдо. От скорого переложил мяч. Леверсон. Налево Роберто Карлос. Хорошая атака. Может получиться прострел Роберто Карлоса? Это именно был такой прострел. Представляете, братцы, ноги. Снова Роберто Карлос на левом фланге. Того ищет его партнер. Блестящий пас чуть-чуть не сбывает Кафу. Потому что он сначала хотел в центр уйти под эту передачу, а потом только понял, что в центр не получится. 26 минут сыграно 0-0. Германия, Бразилия. Бразилия, Германия. Как угодно можно говорить. Хотя официально Германия указана первой. Формально она хозяйка. Линкем. Формально. Формально на правой стороне. Он закрылся. Это Формально. Формально. Бразилийцы играли, имели перед финальным матчем на день больше, на день меньше, чтобы отдохнуть. Но зато им не нужно было переезжать из Кореи в Японию. В общем-то, сомнительный, конечно, размен. Но так всегда пойдет. Одного на день больше, другого на день меньше. Все из-за нас с вами, чтобы мы не два полуфинала в один день смотрели, а с толком, с чувством, с расстановкой. Очень хороша Германия в эти минуты. Но вы знаете, я не хотел бы в этой связи хворить именно Луди Феллера. Мне кажется, нужно говорить о тандеме тренеров. Отлично другодополняющих. Феллер и Скибе. Скибе тактик. В какой-то степени чуть больше теоретик. И Феллер с его огромным управленческим опытом, с его огромным опытом лидера. В человеческом, в первую очередь, качестве. Нойвиль. Шнайдер. Шнайдер, и вот теперь налево. Бодэ. Бодэ, Бодэ. Бодэ. Но Бодэ. Что-то пока вот два раза подряд будут не особенно. Не то, чтобы не блещет, а, я бы сказал, наоборот. Вот Рональдо получил по правой голяшке. Видимо, мимо щитка. Да. Смыска вот так вот в бок голени получил. Приятного, я думаю, немного. Рональдо. Рональдинио. Рональдо! Второй момент Рональдо. Блистательно играет Канн. Поаплодируем и мысленно и Томасу Линке, который навязал как и Рональдо борьбу, из-за чего он не лучшим образом справился с этим мячом. Там была нормальная совершенно борьба, это не нападение на ватаря. Канн мяч не смог зафиксировать. Он словно упал ему, вернее, под него. Блозе. Блозе Эдмилсон. Эдмилсон хорош, резкий парень. Заметь, он продолжает прихрамывать. А в резерве у Бразилии здесь не получилось. Рональдо. Нет, видите, здесь ни при чем, просто сложный был мяч. И Канн как-то молитвенно рухнул на игровой снаряд. Маркус отлично играет губоками. Барнадиньо прыгает. Вперед Барнадиньо пробежает. Здесь Рональдо и Рамилов. Рамилов падает, сам падает. Заняло пустя собственной. Лишний сделал шаг вперед. И здесь в ней же 0. 31 минута идет. Бразилия, Германия, 0-0. Германия, Бразилия, то же самое. Первый же долина. Еще судья мира. Так много и часто мы говорим о судьях напрасно. Как много и часто мы рассуждаем о них. Восторг-то это происходит вперед, задолго. Анализируем матчи, которые они проводили. Я никогда не забуду, как теперь уже, как Калины вину перед тем, как он работал в полуфинале в Лиге Чемпионов Реал Бавария. Реал Барселона, простите. Было поставлено вину, что он имеет контакты с Adidas, который является спонсором одной из команд. Давлением на арбитры не берется, говорит, никто и никакой ситуации. Почему еще хочу сказать про Калины? Ведь его могло не быть на этом чемпионате. В связи с состоянием своего здоровья, с болезнью, он не смог вовремя сдать физические нормативы. Мы пошли навстречу. Та-фу! Новый садится вслед за ним назад. А вот почему в Бразилии не получается быстрый переход от оборонных атаки? Ну, мы видим, что немцы не брезгуют мелким полом. А чем, собственно говоря, брезговать? Все, если бы кто-то брезговал, допустим, длинным пасом, хотя есть такие команды, или кто, допустим, брезговал подкатами. Это такой же прием в футболе, как и все остальные. Вот Эд Милсон. Он здорово выходит на переклад Метцельдер, фонтер-атака, и вот бросается на перерез Рокер Джуниор. Это снова он. В том, что касается чтения игры, пожалуй, он посильнее других бразильских защитников. Хотя высоко его ценит Скалари. Случайно на едва ли не самый ответственный матч, когда только начиналась реконструкция и бразильской сборной, отборочный матч с Парагваем, поражение в котором было почти для Бразилии равносильно в вылет из отборочного турнира. Рокер Джуниор вышел с капитанской повязкой. Хотя в том матче играл Ривальдо, по-моему. Был хороший состав. Не был только Рональдо. Который был так потравмирован. Скоро-таку. Теперь на правый фланг. Такой пас ведь попал, Джон, а? Бодэ, смотрите, насколько выше Бодэ Коффу. А пас был такой, что мяч Бодэ облетел, и Коффу в грудь шмякнулся, который тут же и стоял Ривальдо. Ну, это пижонство. За это наказывает футбольный бок. Поднимайтесь, Рональдинио, поднимайтесь. Эта игра пойдет без вас. Это я думаю, что, наверное, это перехватили Лусу. Лусу. Конечно, Лусу чаще бывает справа. Ну, кажется, упустил мяч, да. Вот и боковой судья тоже помогает. Наверное, это Лейф Индберг. Надо полагать. Ну, здесь, конечно, Рональдинио, он не изображал, нет, он действительно должен был упасть, потому что он уклонялся до контакта с Бернадом Шнайдером. Может быть, если бы он не сумел так лобко убрать свое бедро, правое. Может быть, судья и имел основание свистнуть. В этом случае Шнайдером, возможно, поймал бы его на колено. А так, действительно, артистичное падение. Снова Рональдинио. На самом платке ушел от Еремиса. Ревальдо. Рональдо. В мяч сыграно. В мяч сыграно. Легкая заминка, и вот уже линки под вами. Последние 3-4 минуты явно за Бразилией. Роберто Карлос. На Рональдинио, в мяч, конечно. Мяч под правой ногой. Здорово в подкате сыграл Дмитр Маркамен. Рональдинио подумал, что уже все кончено. И опасность сбоку сзади ждать не зачем. Это был Диди Хамон. Который чисто, вопреки фамилии, вовсе не Хамон. Сыграл в мяч Рамилов. Можно бить. Шнайдер уходит влево. Мотает он Жилберту Сингу. Я думаю, что не было там нарушения правил. Располагается перед штрафной на подборе. Раньше Шнайдер подавал угловые и полноштрафные. На угловых мы находимся чуть назад. Располагается перед штрафной на подборе. Толкались немцы. Слишком сильно. Поднимайтесь, Томас. Да, это ваша футболка. Поправьте ее и идите домой. Поправьте ее и идите домой. Не знаю, с чем это связано. Возможно, тем самым компенсируется тоже частично нехватка баллока. Клоза помогает средней линии. Хамон. Фринкс. Ну, опять-то Карлос. Так просто не уйдешь. Ой-ой-ой. Наступил там на Ревальдо Рамилов. И, конечно, надо извиниться. Это ситуативная совершенно вещь. Никто не виноват. Ну, не наступил, не прыгал, конечно, на грудную клетку, а так лучше, что не успел поджать ногу. И Ревальдо, конечно же, сразу хватается именно за лицо. Если бы на лицо так наступил Шнайдер, даже так мягенько, но все-таки бутсый. Боюсь, что стерно было бы. Аман. Нойвель. Тут же встречает его защитник. Это был, по-моему, Эд Милсон. Значит, Нойвель был на правом плане перед тем, как прийти сюда. Мы знаем, что он сейчас там располагается, когда сборная Германии в обороне. Забирая вправо, развивает контратак. Так немцы забили сборной Кореи. Шнайдер. Канал Диньо. Тоже такая умница настиг его. Это Нойвель вернулся. Да, вот он вам финальный матч. Ну и что же, Бразилия. Имеет большое преимущество? Да нет. Я не имею в виду именно территориальные расклады. Как раз в этом смысле можно было быть уверенным, что Германия будет больше владеть мячом. Рамело. Ну и что, теперь будем перерывы ждать. Сыграно 40 минут. 0-0 Германия-Бразилия. Прямая трансляция на НТВ плюс футбол. Рамело. Дальше уже ворота. Дальше уже ворота. Как говорится, некуда. Как только игра останавливается, мы сразу видим, что Эдмилсон чуть не падает на свою левую ногу. Да. Германия-Бразилия. Да. Натальше. Да. Ну и блин. А что означают эти три топора, интересные? Неплохая задумка, как подходит мяч Клиберсон, можно бить левой ногой, удар! Ох, какая контратака! Вот она, известная шаблонность действий гернеметской сборной. Подключение к Клиберсону, этого необычнейшего футболиста, который может и вперед пойти, и на правый план. Подключение способно ее разрушить, и до этого, конечно, надо забивать. Надо попадать. Канн вовремя вышел из ворот. Больше о нем, мы сказать, здесь не можем выйти. Такое преимущество в ударах по воротам, то в Бразилии. А еще был случай безударный, когда Рональд выскочил один на один. Уже не хватило ему чуть-чуть, чтобы обработать мяч. Нам, я думаю, Канну было бы очень трудно служить свой законный, вернее, законный сейф. И от! Ну что ж, об итогах первого тайма, я думаю, что он показал, как Германия, насколько она серьезно подготовилась к матчу с Бразилией, но показал он и другое, что Бразилия к этому уже приноровилась. Не нашла противоречия. Ну, вот, Реберки, хорошие правила неона, Реберки Силва. Еремис, страхную, очень опасно. Главой играет уверенно, Рокки Жуниор. Рокки Жуниор. Рокки Жуниор. Рокки Жуниор. Это было Марко Бода. Рокки Жуниор. нарушение церковь вы знаете конечно нельзя не признать роль кана спорной германии настоящий лидер нельзя не признать роль балок который забил два решающих гола и четверти полуфинала вы знаете пусть моя воля естественным натяжкам вот в отношении к на первую очередь я бы назвал лучшим старой сборной германии не баллока и не плоса хаммана лестяще провел очень опасный момент докты бог мой неужели это опять роналдиньо это клеберсон вот это человек вот это человечеще под правую ногу мяч убрал вы видели это вы видели и что не предвещало казалось бы да танцовка врушение правил калини будешь конечно не танцевать на фулл там маловато бразильского народа в штабской площади они конечно поборолись и может даже достойно но на момент все это не тянуло против рейда фаберта карлоса и кафу тройная защита сегодня во-первых эти рейды очень внимательно встречаются вторых каждый из них знают что пришло в этом потом здорово что угловой вы все покажете что было угловой да вы все прав вот во первых эти рейды встречаются очень активно во вторых каждый из них ребята карлоса так узнают что чуть затянуть задержаться и за их спину бегут уже ребята но если они приходят в химатаку штрафной то уже немцы головой играют же прилично и честное превосходство немцы там гарантированно вот пожалуйста вам и противоядие подача и подача это подача на фу на роналдиньо карлос поставляйте ноги парни рональдо кан-кан-кан вот это кан-кан удар конечно был в упор и конечно он в него пришелся но он не кан он же там все таки стоял и он же был к этому готов он же встретил этот удар вы посмотрите еще раз дважды но здесь то никто бы ничего не сделал даже великий яшин приз которого кан заработал на этом чемпионате никто бы здесь ничего не сделал несколько перекладина такие ситуации вот так вот этот самый удар прострел параберта карлоса мяч вязнет ногах рональдо очень непросто ему было и он все-таки бьет и кан вот это да мы с вами смотрим финал чемпионата мира мы с вами смотрим наверное не первый в жизни но первый кстати говоря в жизни в прямой трансляции dirt рыжей зеркал в 1934 франция в это пеналтике кэкса в этом калпэмерсо голде в норму плаве это жеzar шанс д def City of the big танцы сгэнтой тенной черные интереса джэмэр ничем статty штат пояснен достамотрите чтобы исту да и бюро джинджануза лос так каком станут где вы думаете в том что вы будете покупать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И возникла у меня мысль Как бы левую ногу Денилсона Да правоногому Креберсона За эти дни было пришить Бразильским знаменитым врачам Как было бы это круто и здорово Как бы это было неподражаемо И насколько же это невозможно Насколько же невозможно Насколько и невыполнимо Второй тайм Бразилия-Германия Германия-Бразилия 0-0 Второй тайм блестящего финального матча На кадре интербюс футбол Напомню составы играющих сегодня команд Сборная Бразилии В воротах Маркус Три стоппера Третий Лусио Четвертый Жоки Жуниор И пятый Эд Милсон На правом фланге Кафу второй Налевом Роберто Карлос шестой Центральные полузащитники Жилберто Силва строго опорный И пятнадцатый Клеберсон Опорный с хитрецой Ну и трио форвардов Роналдинио одиннадцатый Рональдо девятый Ревальдо десятый Состав сборной Германии После того, когда подаст угловой С левого фланга Берн Шнайдер С правой ногой, по-моему, наконец-то пошел их подавать Закручена Опаснейший момент Как мяч не попал в ворота Вот это подача Вот это удар Генса Еремиса Который в сегодняшнем финальном матче Заменил Микаэля Баллока В составе Ну а на поле в основном его заменил Берн Шнайдер Состав немцев Кан в воротах первый Рамилов Либеро Вот он сейчас с мячом Пятый номер Перед ним два стопера Слева двадцать первый Метцельтер Справа второй Линке На флангах справа Фринкс 22 Слева Бода 17 Два опорных Хавбека Еремис 16 Хамон 8 Атакующий Хавшнайдер Девятнадцатый номер Два нападающих Клозе 11 И Нойвель 7 А теперь так вот Бразилия Рональдо Пошел в штрафную Так просто, конечно, сделать не удалось Контрольным мячом был утерян Боды слева Какие наши боды? Джилберто Силва Человек-невидимка Деберсон Роналдиньо Котеря Шнайдер Ох, какой пас Шнайдер Не зря его в Германии бразильцем называют Правда, я думаю, что последние три Он мог бы на это и обижаться Эд Милсон Что за жаление на трибунах? Замена готовится? Не иначе Эти вот первые пять минут второго тайма Очень часто бывают Как раз в те времена, в котором замены и происходят Сразу в перерыве Тренеры годят обыкновенно Потому что Мало ли что Вот, кстати говоря, вот он тандем Михаил Скиби подошел к Феллеру Ну а здесь А, вот в чем дело Подставил ногу Эд Милсон Который, наверное, кстати, и проворонил эту подачу С Еремисом Может быть Но Маркус-то успел в угол сместиться Кто знает, может быть, и от Билду Хотя, что об этом гадать Шансы у него, в всяком случае, были Штрафной Роберто Карл в тех положениях советовал бить Штрафной площадке нет По-моему, один Клозе Встали в стеночку Три человека Эд Милсон зачем-то Что-то в штрафной головой играть Удар Ох ты Вот это да Я, признаться, не знал, что у Оливера Нойвера такая колотуха Как-то вот все не впадалось мне в матчах Байера на это наблюдать За это смотреть За этим наблюдать Ну Оооо, вот это да Ну Маркус-то красавец Очень часто бывает так, что Сенка сбивает вратаря с толку А вот таких вот дальних И ситуация Рамилов Кем-то развивают свой успех по штангам, во всяком случае, уже 1-1 От матча 0-0 Фринкс на правом фланге Неплохо, Фринкс Чем-то фринкс недоволен Ну и с Филиппом Сколари Что-то похожее на коллегу Гусева И Маркус Кто-то знал об этом родительском вратаре год назад Когда Сколари привел его в сборную В общем, об этом позже Стандарт у Германии очень опасный во втором тайме Но здесь головой играет По-моему, это был Это был Адмилсон Шнайдер Мерцельдер А Мерцельдер знает, что делал шортный с мячом? Шнайдер, вот тот знает Пас Опаснейший момент Здесь кому пробить Нет, некому пробить Хаммон И Лусио Хаммон уже толкнул Его Дэллу и Лусио это все правильно сделали Вот с красивыми человеком не торятся Я думаю, это не скользает Лусио, конечно, феноменально сочетающий ловкость с физической силой В этом смысле Вот Он словно Слияние двух других защитников Потому что Рокис Джуниор Случайно ловок Но то, что касается физической мощи Силен значительно Бургуш куда не так А Адмилсон напротив Слегка не ловок В сравнении со своей Могутной силушкой Рональдо на лево фланге Поле хватит Ахалдис ушел угловой Рональдинио подавать будет Или кто там с правого фланга Капуль С левого Рональдинио разыграли Саверто Карлсом Подача Это на гол удар, конечно Там толкали человека На удар пошел на гол Это шел Берту Силова Там Кану по руке попало Калина подошел, проверил И здесь все было, конечно В пределах правил Желберту Силу бил по отскочившему От вратаря мячу Безусловно Это футбол Чуть раньше было нарушение В воздухе толчок Напряжение висит в воздухе Напряжение капает на поле Евгамским дождем Напряжение Манной кашей варится В кастрюле стадиона И такое густое оно Что ложка просто стоит Тортифов Тафул Ривальдо Рональдо Обыгрывать Рамелову Удар из-под Рамелова Выставил тут свою белесую ногу Русю Убирает скорость Это Мирослав Клозе Трофе Жюниор обыграл Но Роберто Карлос еще быстрее бегает Карлос страхует зону Клозе Ох Клозе 0-0 А если игра пойдет до ошибки То это уже будет немецкая игра Вот он немецкий шанс Он не может быть Мы имеем рекордный Крадо Встали в Стодиуме В Йокахаме Сколько наше 69 000 Смотрели в этот финал Главное Подпишем Детендент В этом году Детендент Второй Лук Детендент 66 И они последние. Удастся ли сегодня спеть этим лебедям? Догонивание. Снайдер. Это Клоза, простите. Удар поворотом. Блин, в жизни атакующий полезащитник. В интересах команда играет на правой фланге весь чемпионат. Клоза, видимо, руку замораживает. Спрингс. 10 минут второго тайма позади. 0-0. Рокки-жуниор. Лунсю. Удивительно похож он на молодого Брежнева. Роналдинио. Парашютик на Ревальду. Но там Метцельдер. Голова у него растет выше всех, по-моему, в этом матче. Вот и набирает скорость Хамон. Смыкаются перед ним Роберто Карлос и Клеберсон. Значит, левый фланг обороны бразильской свободен. Нет, не свободен. Роберто Карлос уже здесь. Наш пострел везде поспел. Роберто Карлос. Фрингс. По-моему, Фрингс нервничает. Уже второй раз подряд в довольно простой ситуации. У него просто не получается этот технический прием. Причем не самый трудный. Года слева. Хамон может убить. Хамон, удар! Какой удар! Такая опасность колоссальная. Пожалуй, что контролировал ситуацию Маркус. Учитывая, что еще и в ноги летел уже бразильский человек. Мы знаем, как там он умеет бить. Помним его гол англичанам на Уэмбли. Помним его голы за Ливерпуль. Гарль Шнайдер сегодня, конечно, наши специалисты по Финдослиде, возможно, и ждали от него что-то подобное. У меня он просто поражает сегодня. Он лучше Баллок играет. Баллок забивал голы, но он Баллок ждал еще и организации игры в средине поля. И как раз с этим он справялся гораздо хуже. А Шнайдер справляется. Хотя, может, и не забьет. Ревальдо. 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 Какие немцы агрессивные. Милсон плевать на это хотел, пошел вперед. Что случилось? Штрафной. Там мяч в руку попал, стали? Ревальдо аплодирует. Ну, у Ревальдо своеобразное отношение с убийством. Мы помним это. Пожалуй, что прав, судья. Хаммон выставил руку и не в плечо. Мячу попало. Где-то в районе Локзи. Хотя я чуть повыше. Штрафной удар. Ну, и называется Ревальдо на сцену. Это именно для Ревальдо точка, если видеть по воротам. Это не для Роберто Карлоса. Ну, и не для Рональдиньо. Рональдиньо из этого сектора пробивал ворота совсем другого галкипера. Рональдиньо пришел даже к мячу. Но я думаю, Рональдиньо для того, чтобы посоветоваться как будто исполнять. Ну, и мы сами знаем, что если Роберто Карлос не сменит, значит, он не бьет. Рональдиньо может взять 2-3 страйки. А его и нету там. Ух ты, Рональдиньо остался. Что-то новенькое. Можно бить. Рональдиньо. Кому-то и повезло в стенке. А сбор на Германии, в общем, повезло. Нарушение правил. И теперь уже за страны бразильского футболиста. Сороке-жуниор. Но, верно, Локтем попал своему негативу Кастену Рамилову. Казацкому роду нема переводу. Чубчик почерявый. Рональдиньо в центре. Пожжеще бы ножку, да? Поставить звездную. Вот видите, как Роберто Карлос. Человеку, которому ни своих дружек ног не жалко. Рональдиньо в центре. И мы не будем говорить о том, что это сегодня. Но вот здесь Рамилову с головой. Рональдиньо в центре Клеберсона. Клеберсон. Ревальдиньо в центре Клеберсона. Ревальдиньо в центре Клеберсона. Ревальдиньо в центре Клеберсона. Два родных брата набегали там по центру. Там была такая история, что даже выброситься им не было возможности. Клеберсон. Штур Милсон. Как есть. Что, коленный мяч будет выбивать? Вызвеску показывает он Кану. Вот это, пожалуйста, кстати говоря. Еще ему добавлено гарантированно. Видите, новые двойные футболки. И они надеваются хитрою очень образом. Может, она уже до конца раздеться, чтобы это было больше похоже на стриптиз. Улыбка Калины. Маленькое привидение из Вазастана. Дикое, но симпатичное. Вот, слава богу, Бьюсону удалось с одежкой вправиться. Как он до сих пор в нее влезал, там, в раздевалку. Тоже будет интересно. Русю выиграл борьбу за мяч. Ревальдо против него Рамелу. Ревальдо долго возился. Было трудно, конечно, мяч искакал, но, может быть, уже было на партнера. Перекинк, пусть бы он управлялся дальше. Хаман. На правый фланг. Торстен Фринкс. Шнайдер. Здесь с ним борются Жилберт и Силва. Опасный момент. Вот, если бы удался этот удар Мойвилю, наверное, никто бы не спас Бразилию. 0-0. Какая игра. Какая игра. В 18 минут в втором тайме сыграно. 0-0. Вода. Фридерсон. Водоподниматель стал играть. Здесь жестковато, конечно, получилось у Кафу. Я думаю, что Йенс Еремис, когда поднимется, он запомнит. А, все. Да, не поднимется Йенс Еремис. Во всяком случае, сегодня. А что здесь было? Нет, вы знаете, это борьба за мяч. Все-таки это борьба за мяч. Непонятно, кто первый, кто последний. Непонятно. Кафу очень решительной защитой. Испомните хотя бы его подкат. В полуфинале, в собственно штрафной, в ноги турецкому форварду, когда все решали секунды. Чуть-чуть повезло здесь Кафу, не повезло Еремису. В том смысле, что именно Еремис получил повреждение. Ну и что? Кафу, который теперь может выйти на поле. Видите, вот как только замясть боя прекратилась, Кафу сразу же ноги убрал. Ну, так бывает, что поделать. Это финал чемпионата мира. Ставка здесь вовсе не здоровье собственного колена. И не здоровье собственного голеностопа. Здесь ставка золотая медаль. Которая из посетителей сейчас на поле есть, по-моему, только у Кафу. Ну и что? Замена у сборной Германии. Многострадальная средняя линия, потерявшая Тайстера до чемпионата мира. Еще. Потерявшая уже здесь баллока, теряет он и теперь Еремиса. Пауза в игре. Такой еще раз извинился. Ну что? Готов ли? Молодой человек по имени Себастьян Кель. Шить на поле и усилить свою команду. Заступить на место травмированного Еремиса. Или, может быть, Еремис вернется в игру. Он же встал. Феллер и Даллас здесь еще. Шутили. Феллер с Вуза стал шутить иначе. С Райкертом они шутили совершенно по-другому. 8 лет назад. 12 лет назад. Пока Германия в десятером. 20 минут сыгранного во втором тайме. 21-й идет. 0-0. Шнайдер, естественно, никуда не торопится. Пока что Еремис вернется в игру. Надолго ли? Он определенно терпит. Правда, бежит нормально. Шнайдер, подача. Очень опасно. Удар с воротом. Нет удара. Нет удара. Уже хотелось предусмотреть события. Еремис. Герой. Молодчина. Подбирают позиции мяч в центре. Маккороке-жуниор. Говорит пас вперед на Рональдо. Набирает скорость. Пошелся пасть. Еще грамотно действовал Линки. Момент крема мяча. На скорости, конечно, Рональд от него получил. Рональдо, что ж ты делаешь? Ты бог мой. Гол! Гол! Рональдо! 1-0 Бразилия. Браво! И все равно я себе думаю, что Рональдо бил напрасно. Много сразу вывести партнера 1 на 1. Конечно, удар у него блестящий. Нет, не обвиняйте Кана. Это била лучшая левая нога в мире. Наверное, зря Кан парировал. Приделся поймать этот мяч. Наверное, зря. Но он же Кан. Сложный мяч в низкой точке. Сложный мяч. Рональдо забивает гол в своем финале. Давайте порадуемся за него. Превозможна роковая цифра в 6 голов на чемпионатах мира. Кто бы ни был лучшим бомбардиром Рональдо, или, может быть, Клоза, или Ривальдо. Он забьет больше 6. 1-0 Бразилия повела. 1-0. 67-я минута. Вот теперь начнется совсем другой футбол, я думаю. Да, мы знаем, что Бразилия умеет и защищаться, и играть по счету. Да. Но Германия, это вам не Англия. Это не слон везда с душой кролика. Нет. Это слоны с душой слоной вы. Одни страмы, то и не запрешься. Но Бразилия умеет и защищаться за 67 минут. Увы. Но Германия вполне еще может стать чемпионом. Фринц против Жилберт и Силвана. Жилберт и Силвана пока взяла. Ильцова пошла назад. А вот это вот как лома. Подача. Геремис Реновато выпрыгнул. Фринц, ну с правой, как удаем. Вот так, нормально. В следующий раз попадем. Бразилия и Германия 1-0. Театр еще одного актера. Ну что теперь, игра замен. Кто есть у Германии? Кто спасет Германию? Либерсон. Уже из другой оперы. Это уже атака была другая. Совершенно другой команды. Шнайдер. Нойвиль, Глозе. Уже здесь приехал Роберто Геордо Кизнце-Жуниор. Лусю убивает мяч. Ильцов, который Германия кончилил, и первая разница в Бразилии, теперь в контратаке. А Тетер-Налдиню-то сегодня в тесте слегка пропал, вам не кажется? Это еще не таковая его роль, как в прежних матчах. Ильцов, который был в тесте слегка пропал, который был в тесте слегка пропал, но я не уверен. Я не уверен. Отдача на дальнюю. Маркус кулаком. Шнайдер. А вот в поезду сборной Германии. Главой, да? Конечно, главой. Метцельдер. Абасна. Нилсон прыгает выше всех. Там очередной толчок. Калина судит безукорительный сегодня. Калина сегодня великолепен. Рональдо. Рональдинио. Либерсон. Лусю. Рональдинио. Пошел Лусю сам вперед. Ах, как он пошел вперед, этот Лусю. Добегает до лицевой линии. Подача. Лусю. Казалось бы, не очень быстрый, но какой широченный шаг. Перехватит играет, по-моему, это же Лберто Силва был. Рональдинио. Дивальдо. Просит уже в офсайде. Эх, Ривальдо. Ну, значит, мяч под правой ногой, да, у человека? Роберто Карлос. На правой фланге Калиберсон уже в офсайде просит мяч. Все это видят. Рональди идет вперед. И в подкате хорош Линке. Линке бог подката на этом чемпионате. Что и говорить, Рональди сегодня показал зубы. Да, Оливер Бирхо. Снова интуиция. Почему нет? Если Бразилия защищается. Пару лет назад. Ну, если говорить честно, конечно, 4 года назад. Бирхо вслыл лучшим мастером в игре головой в мире. Сейчас это, конечно, уже не так. Мирослав Клозе. Клозе для него чемпионат мира. А у Фидерзейн. Хепт-трик Саузовской Аравии. Парень, конечно, молодец. И кто виноват, что он не стал главным героем чемпионата мира? Не каждый опыт на той шкале можно оценить, поскольку на первом его таком турнире. Все еще впереди. Абсолютно все еще впереди Мирослава Клозе. Пока только один чемпионат мира для него закрыт. Жизнерадостные голоса японских дикторов. Горнальдинион бережет он все-таки ножки свои. Вот сейчас. Шнайдер. Налево. Там кто? Там Еремис. Еремис, который играет на честном слове и на одной ноге. Перевел направо. Фринкс. Можно бить. Справа, с левой. С какой хотите. Но вон, подача. Где там Бирхофф? Ох. Рокки Жуниор знает кто это такой. Они поиграли вместе в Милане. Хамон. Шнайдер. Как не Шнайдер, это как раз Бирхофф был. Рамелов. 15 минут до конца. Хамон бьет. Хамон бьет. Пока еще не все готовы. А Калина не велел без свистка не бить. Все нормально. Удар был хорош для тира. Мяч попал в цель. Такую. Вот Рональдо боролся за мяч. И Линке. Бог подката. Рамелов. Мяч в штрафной площадке. Локтем, конечно, Бирхоффорудует чрезмерно. Against Олега Пьенал. Ладу Пьенал. Ладу Пьенал pretty well. This is again the possession that Leonardo wins for the goal. He loses it, is on the floor. This flicks it then to Ревалдо. Вот он гол. Застряю тиммай на то, что Рональдо отобрал мяч у Таммана. Рональдо выцарапал на мяч. Кан на колени. Слезы сержанта. Филиппао. Что у нас здесь? Красивый план. Кто-то неряшливый. Геремис уходит. Уходит Осануа. Ну что? Будет пустынь. Капу. Карнальдинио. Когда же будут замены Скалари? Скалари умеет просчитывать игру вперед. С Турцией была великая замена Белетти. Когда в центре поля турки стали главенствовать. Очень четко они были остановлены. Роберто Карлос на скорости уйдет, конечно. А Осануа убежать, кто его обогнал. Но Осануа же в подкате может сыграть. Подача. А там кто? Вот здесь никого. Вот что самое-то главное. Германия начинает расшиночку расклеиваться. Потому что Бразилия не дает ей мяч. Ривальдо. Рональдо. Можно бить. 2-0. Восьмой гол Рональдо на чемпионате мира. 2-0. 2-0. 2-0. Бразилия пятикратный чемпион мира. Пятикратный чемпион мира Бразилия. Пента. Пента-кампионы. Здесь Кан ничего не мог сделать. Пент-кампионы. Кли Берсон. Какой пас. Как Ривальдо пропустил. И какой удар. Тут никто не возьмет. Тут никто не возьмет. Кли Бразилия. И вот это не дает. Кли Бразилия. Кли Бразилия. Смотрите. Кли Бразилия. Кли Бразилия. Знает, как отобрать мяч, как его не отдать, как прийти к штрафной Умные, разнообразные игроки, забивать некуда Ничего, 24 года, парни, все будет уже за вас Справьтесь только с этим ажиотажем Реберсон, вот что делает Вот чертяк, да, подъеднился нам, ребят Из него финал не финал Конечно, Германия проигрывала 0-2 в Агентине И сравнял счет, во-первых, те, кто были голы забиты в другое время и в другом месте В первом тайме А во-вторых, и в главных То была другая сборная Германии То была сборная Германии, в которой Феллер играл Играл в Нируниниге А роднит финал тот с этим Роднит финал тот и этот Другое обстоятельство Там была ошибка Шумахера Здесь ошибка Кана Лучший вратарист своего времени Ну, что поделать Уже приковано все внимание Поэтому, когда они ошибают, занимаются надолго Это как с иностранным тренером Если он облажался и поехал себе домой, никто этого не вспомнит А если он чего-то добился На этом можно педалировать особое внимание Хотя дело, конечно, и национальности тренера В последней футболе Вот и Лусио доигрался Ну что, Андерсон Фоллбе или он вернется? А само Время еще есть Не будь они немцы, если они этого не помнят Какие критики, какие вопли доносятся с поля Фрингс можно бить по штрафную Удар в Марку О, вот это вратарь, а Когда такие были у Бразилии? Я не договорил, ведь Это, что называется, человек Скалари Шнайдер Ну, куда отдавать? Чуть назад, да Удар еще один Минус Селли Маркуса привел Скалари Он сказал, что я знаю этого вратаря, он силен В Бразилии даже не было мыслей, у кого его в сборную позвать Играл Дида, отличный голкипер Играл как робкий вратарь Даже не верил, что у него метр девяносто три ростов Играл как левый вратарь Вот совсем другой человек Но они будут работать Добро пожаловать в этот рост Играл как левый вратарь Это линка для Германии И третий кик опять же Шнайдер идет Он подходит быстро Каллина хочет Собственность Очень интересно, что все три вратаря сборной Бразилии Маркус Дида и Рожери Усени Одного года рождения 73-й Рональдини уходит Подталкивает его родами, чтобы поскорее шел Джулинио Паулиста Помните, он получил травму накануне Терестом мира во Франции Тогда Закалла сказал Если бы мы выбирали сердцем Мы взяли бы Джулинио Да, Метцельдер А сборная Германии Это все-таки команда проекта Было бы неправильно, если бы она выиграла чемпионат мира Я кажется, если бы она выиграла, было бы правильнее Но она его не выигрывает И я думаю, что нужно из большая свою гусь Почему? Да потому что Ей еще расти Ей еще расти все Она сыровата, она молода Она только-только обновилась В ней молодой, и вообще-то начинающий тренер Начинающий тандем тренера Мы говорим ей браво Да, она дошла до финала Пять минут до конца Всяко бывает Манчестер два гола забивал в ворота Баварии Давайте на этот момент забудем все сказанное Давайте посмотрим, что будет делать Бразилия в эти минуты И пачет мяч в центре поля Контраатака Жунинио Есть ли игры? Не важно Здесь есть Канн Тяжело ли мы увидим его слезы По окончании финального матча Аберт Кларлс пока ничего не отдал Жеральду Жеральду Сожигал Шнайдер Снова Шнайдер Правой ногой налево Циги Фланги в порядке Но здесь что? Роберто Харлес опережает Жеральда Снова Германия Снова Девчонки Раналов Матес не очень уверенно пошел на этот мяч Но там была в сад Очень быстро На пушке Внутри пеналтии Большой матч Реферия И это был хороший матч Реферия Я думаю, что это был хороший Спирит Сколько до конца? Я вам скажу До конца две с половиной минуты И русел бывает Медик Пусть то, что судя 2-3 Добавят сегодня много Изрядно Потому что Были остановки Помогали Еремесу подняться Эд Милсон Очень долго переодевался Еще один холк Польц у Бразилии Но это было слишком быстро Да Как это не неприятно Продолжение следует... ...бывая Субтитры Играет Продолжение следует... ...бывая Благодаря Субтитры Клинки из аута бросает мяч Идет время и мы знаем к чему оно идет В Бразилии чемпион Рональдо лучший бомбардир И он же конечно и лучший игрок этого турнира Рональдо, который вернулся После тяжелейших травм Рональдо, который... Рональдо, который Рональдо Вот сейчас можно было конечно не забивать Метцельдера Но трудно было Незусловно, чем поделаешь Да, вот это Нилсон решил Если он сейчас будет как с курками издеваться над защитниками Ему оторвут левую ногу Возможно да, эту левую ногу только к Клиберсу не пришивать придется Вот замену командует Калино Рональдо под аплодисменты Рональдо под аплодисменты Вот оно, здесь собранный мяч Германия Гол, гол престижа Хамон Сколько? Три минуты добавил, по-моему, к Калино Вообще-то немного было остановок Это правда Роберто Карлос далеко вперед Рональдо 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 Дида Беллетти Андерсон Полга Клиберсон Джуниор Джуниор Денилсон Вампета Джунинио Паулиста Эдилсон Луизау Рожерио Сени И куда без него деваться Кака А Бразилия в чат и раз чемпион Рональдо Вся Вся скамейка во флагах Вернует Джуниор Калино Смотрит Рональдо Рональдо А Самоа. Еще одно заметно. Билетти готовится выйти. Выбейте мяч, дайте сыграть парни в чемпионате мира в финале. Плачет Рональдо. Он наконец-то, наконец-то сам завоевал титул для своей команды. Начинается Оле. Выбейте мяч, дайте сыграть Билетти, парни. Жунинио, Де Нилсон. Жунинио, Де Нилсон. Вот Бирков бежит сюда. Он сейчас его, я думаю, убьет. И вот в момент, когда можно отказать желтую карточку немецкому защитнику, в этот самый момент звучит финальный свисток. Господа, мне добавить сказанному нечего. Бразилия пятикратный чемпион мира. Кафу двукратный. Остальные, по-моему, все впервые. Поздравляем Бразилию. К сожалению, трудно сейчас вспомнить, как это будет по-португальски. То есть, по-нашему, по-бразильски. Репортаж о финальном матче для вас провел Василий Уткин. Ну, а теперь, когда мы начинаем уже честно, ждать, пока им вручат все, что положено вручить, мы будем с вами общаться вдвоем вместе с Юрием Розановым. Потому что, вы знаете, это эти торжественные минуты. Они не должны проходить даже у комментатора на фоне усталости. Тот самый Белетти, да? Его так и не пустили, партнеры по команде. На поле они дали ему сыграть, но это все уже чепуха. Вот он, Де Нилсон. Вот он, Де Нилсон. Человек, который сделал себе имя четыре года назад во Франции. Кафу, капитан команды. Жилберто Сильва с Клеберсоном. Это ребята, которые по ходу турнира, может быть, из известных, не всем, скажем так, превратились в стоящие многие-многие миллионы. Рональдиньо, который теперь наверняка будет выдвигать свои условия, если он их раньше еще не выдвигал. Но это все потом, это клубный уровень. А тут под зелено-желтым флагом это совсем другая сказка. Да, 23 имени. 23 новых чемпионов. Но новых, я повторяю, все-таки новые уже. Кафу старый чемпион нет. По-моему, больше никого нет. В составе бразильской сборной. Я думаю, что все равно этот чемпионат будет назван чемпионатом Роналда и из-за склонности к штампам, и потому что это, ну, кроме не всех устраивающей сказки корейской, это единственная хорошая сказка. Это сказка со знаком плюс. Это сказка, которую можно рассказать человеку любого возраста. Как жил человек, играл в футбол, был вундеркиндом, а потом выбыл и, казалось, все, завершил. И вот эта фотография будет завтра на всех первых полосах. И что, поменялись футболками друг с другом, что ли? Да нет, еще. Думаю, что, ну, как каждому есть, что сказать своей. Так, ну вот... Это самбо. Вот Роберто Карлоса нашли под флагом. Или это не Роберто Карлос? Это не Роберто Карлос. Нет, они сейчас все перемешаются. Они все поснимают свои футболки, разумеется. И надо им еще и спасибо сказать, наверное. Потому что мы месяц гнали к финалу. Месяц выводили команды из группы. И Кан, между прочим, который сборную Германии едва ли не в одиночку, ну, как читают многие, до финала он тащил, сегодня допустил. У меня даже язык не поворачивает, я не выговорю слово «ошибка Кан». Может, у тебя получится. Ну, это так. Это так, однако. И вот все требовало хорошего матча, красивого матча и красивого финала. Красивый матч мы увидели. Красивый матч мы увидели, красивый футбол мы увидели, красивый финал мы увидели. Понимаете, под этим хоть название финал, как матча, хоть финал в плане драматургическом, что ли. Что поделать? Ну что, назовем, наверное, все-таки надо бы и сборную Германии тоже. Спасибо ей за то, что она была. Сборная Германии, не сильно, второй призер чемпионата мира. Назовем имена футболистов, которые за нее выступали. Здесь гораздо больше игроков, которых мы, наверное, больше не увидим на мировых первенствах, даже и в резерве. Или наоборот, всяко может быть, но давай назовем, потому ты имеешь в виду опыт, да, опыт уже возраст. Да, возраст. Ген Слеман и Ханс Йорк Бут, три голкипера. Линия защиты Тома Шлинке, Марка Реммер, Франк Бауман, Себастьян Кель и Кристоф Эмецельда. Карстен Рамилов, который на этом турнире где только не играл и на фланге обороны, и в центре, и в полузащите. Кристиан Циги, которого сегодня не поставил Шлинк в стартовый состав. Дитмар Хаман, Ларс Риккин, у вас твой протеже, которому шанса так и не было, Дадина. Михаэль Баллак, наверное, лучший из полевых игроков. Девятый десятый номер Риккин, так и не вышел на поле. Йенс Еремес, Йорк Бена, Берн Шнайдер, Торстен Фрингс и нападающие, каждый из которых на этом турнире.